Девочки, по какому поводу, да, пришла посылка, о, какая огроменная, Почта России. Смотрите, какие инициалы, да, серьёзные, какие красивые, у России герд, Почта России. Город Калуга, вот читаю здесь, город Калуга. Да, но посылка очень тяжёлая, 16 килограмм. Мы без понятия, что там, 16 килограмм, что можно туда такое положить, но вот еле-еле, даже вот вдвоём еле домесли. Всё, давай открывай тогда уже. И ещё, и ещё главное, курьер звонит, такую тяжёлую посылку мы, мы, нет, это, как вам сказать, сами спускайтесь и забирайте. Вот так себе, доставка такая, говорит, за такую тяжесть, говорит, мы, ну а там ничего не стоит, что мы на лифте спустились вдвоём с Янкой. Ну, тяжёлый, очень тяжёлый, вообще без понятия, что вот на такой вес там можно. Так, давайте будем открывать вот таким ножиком. Так, откуда начнём? Где она начинается, где заканчивается? Только аккуратно, мам, аккуратно. Ой, сейчас. Осторожно, аккуратно. Ножик острый. Вон тот строительный ножик лучше открывал, чем вот этот, кухонный. Хочешь, что-то? Не надо. Ну, коробка такая, серьёзная коробка, потому что и вес такой, чтобы не развалилась в дороге. Давайте здесь посмотрим, как бы внутри ничего не проткнуть. Поломай уже всё. Да, открывай, открывай. Так, и вот так. Всё, всё, давай. Ой, свечи! Свечи! Подожди! Свечи! Это такая тяжесть была, чего? Свечи, мал. Вот не ожидали, так не ожидали. Для работы. Сейчас ножик поставлю. Смотри, сколько вещей. И чёрные, и красные. Так, подождите. Ой, красота. Свечи! Любота! Красные. Красный цвет любви. Ты понюхай. На любовь. Что написано? Ой, как воском хорошо пахнет. Свеча восковая. Да, восковая. 181 килограмм. Вот она. Вся вот такая. Да, да, подождь, 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 подождь. Тонкая она. Тоненькие, коротенькие. Ой, пахнет как. Сразу прям воском пахнет. Открылась коробка и запах поднялся. Это тоже. Это тоже свеча восковая. 81 килограмм. Есть чем теперь в туалете. Три такие. Отлично. Смотри, это надолго. Надолго хватит. Свеча. Я вообще обожаю, как пахнет. Вкусно. Да? Хорошо пахнет. Ну, ароматизированные они. Если их не просто один запах воска, он не очень-то. Его ароматизируют, чего-то добавляют, наверное, чтобы люди нос не закрывали. Так. Дальше что? Синенькая. Одна синенькая. На исполнение желаний. Вот. Тоже очень хорошо. Ритуалы идут на исполнение желаний, карьера, на детей. Упаковка прям вообще как будто бы заводская. Где-то очень в больших количествах штампуют их. Угу. Угу. Так. Это что? Желтые. Угу. Отлично. Желтые. Номер 81. Они все по килограмму. Ой, как пахнет хорошо, мам. Лесом пахнет. Лесом травой пахнет потрясающе. Супер. Супер. Смотрите, тоненькие, да. Хорошие, мам. Тоненькие. А у них у всех размер номер 80. И запаковка 1 килограмм. Отлично. Спасибо огромное. Ой, сколько много. Желтые опять. Вот она такая. Угу. Ну, одинаковые они. У красных длинные волосы, у желтых совсем прям срезали. Нет, там есть. Немножко есть. Так. Теперь черные. Черные. Чистка. Такие же черные. Ну, ты что, как цветы, что ли, нюхаешь? Это же не цветы, доча. Мам, я должна все нюхать. Это свечи. Не, ну я же нюхачка. Там запах такой. Что, добавляется специальная трава какая-то. Одинаково пахнет. Нет. Вот такие. Вот такие. Угу. Для работы пойдет. Черные опять. Вот они. Черные. Угу. Номер восемь. В общем, все одинаковые. Отлично. Вот такие вот. Вот. И последняя. Теперь мне надолго хватит. И последняя тоже вот такие черные. вот под таким названием. Угу. Все. Отлично. Спасибо огромное. Зелё. Фирма, фирма веники не вяжет. Вот такое изобретает она. В большом количестве. Прям целыми стопками, килограммами надо брать. Это для практики. Вот это посмотрю. Вот это посмотрю. Что-то такие. Ой. Ой. Что ж там такое? Что-то не переломились. Их много газеты намотали. Такие красивые. Мам. Вот такие. Ой. Вот так хорошо пахнут. Давай. Для работы. Для ритуалов. Свечи для ритуалов. Ой. Это зелёные. Ой. А вот такой вы не хотите ли? Хотим, хотим. Это чё? Давно ждали. Два килограмма. Да, зелёные свечи. Два килограмма. В два раза тяжелее. Прям к твоей кофточке. Вот цвет такой. Зелёные, зелёные. Здесь зелёных не было. Вот к нему теперь и зелёные. Цвет благополучия. Цвет финансов. Воск, воск, воск. Да, это газета. Это газета. Ты посмотри, сколько воска, мам. Ой. Ой, очистить можно сколько. Ой, не знаю, что такое. Это воск. Подожди. Да, я подержу. Вот. Немножко переломилось. Смотри. Вот оно и... Ой, ты понял, как пахнет. Да, как вот... Мёдом пахнет. Мёдом пахнет. А у них... Натуральный он... Смотри, рисунок как будто бы... Ну, он сделанный, да. Очеринные, сортые. Ну, он такой... Опа. Натуральный. Посмотри. А я раньше, знаешь, что делала? Я брала вот эти свечки коричневые, вот эти вот, чистые свечки, вот эти вот. Полностью их очищала от фитиля, на водяной бане разогревала и проводила ритуал. А это уже готовый воск, ничего чистить не надо. Уже всё. Ой, запах хороший. И сколько тебе нужно? Мёдом пахнет. Может, их кушать можно? Нет, мам. За место мёда? Ну, нет. Их это для ритуала. Ну, почему нет? Для чистки. Пахнет, значит, какой процент мёда есть там. Отливка на воск очень хорошая будет из неё. Прям вообще, посмотри, сколько. Здесь сколько, мам? Здесь, наверное, все 10 килограмм будет. Сейчас я подниму и сразу определю, сколько здесь килограмм. Десять, да? Смотри, какая красота. Не 10, но вот так 7, наверное, будет. Вот это основную массу, и она представляла. А мы думали, отчего же она такая тяжёлая? Вот она какая. Вот она какая. Ой, какая красота вообще просто. Ой. Всё. Кто на чистке, все ко мне. Подожди. Немножко отломился в дороге же эти посылки. Ну, это ничего страшного. Все равно топиться будет. Кидают сверху вниз. Травы туда ещё сверху. Снизу вверх. Всё перетопить. Красота. Ляпота. Был бы воск. Был бы воск. Иди сюда. Посмотрим. Здесь газета. Сема, больше ничего нету. Здесь газета. И здесь пусто. Ничего нету. Отлично. Хорошо. Тоже вот. Вот это всё содержимое. Мелкий, мама, тут опускай. Да. То, что здесь переломилось, оно не должно было переломиться. Мам, всё туда складывали. Всё вот такими плитками должно быть. Вот такими плитками. Соты прям как вот смотрят. Вот молодцы. Кто это делает? Красающе. Так. Всё. Кладу сюда. Ну, это просто вообще ценный подарок для меня. Для любого практика. Свечи всегда нужны. И ещё в таком количестве, в таком разнообразии и вместе с воском, это вообще бомба. Вот вчера было красивое и приятное глазу. А сегодня полезное. А сегодня полезное для работы, для дела, для людей, для нас. Ценная вещь. Такую просто пойти в магазин. Захотел человек, он не приобретёт. Это надо какие-то котики искать, где это производится. Вот. А свечи какие? Угу. Ну, ой. В таких упаковках мы не видели. Мы всегда, ну, штук-штук-штук, по 10, по 20. Нет, зачем? Мы не отправляли же вон ездить. В церкви покупали. Ну, это отправляли. А в церковь мы покупали в церкви. Сами делаем, сами делаем. Сами красим, сами всё делаем. Чё, кто сами? Ты красишь? Да. Свечи красишь? Ты помнишь, я раньше делала сама свечку зелёную? Не помню. Так ты делаешь, что я не помню? А ты что видишь? Всё складываю опять. Склади туда, я потом этот распределю. Ох, потом мы не поднимем эту. Я зелёную свечку, знаешь, что делала? Воск капала, а йод. Не йод, а этот, а зелёнку. Она красилась у меня в зелёный цвет. Синенькая одна, приятненькая одна. Синяя. Чёрных, много чёрных. Так. Хорошо. Давай сюда поставлю. И красный вот сюда. Вот от этого и тяжесть. Это всё, смотрите, килограмм, килограмм, два килограмма. Это вообще килограмм семь, вот шестнадцать и набралось. А этот курьер говорит, сами возьмите. Сами тащите. Да, за такую тяжесть мы не отвечаем и не обязаны, и не должны. Давно у него, наверное, такой тяжёлой посылки не было. Наверное. Он, наверное, тащил, думает, боже мой, что я здесь тягаю вообще? Бомбы, гранаты, что ли? Спускайтесь и возьмите. Вот, девочки, была такая посылка полная. Очень тяжёлая, очень. Мы сами удивились, шестнадцать килограмм. Что можно туда поставить? Золото, бриллиант. Вот, вот так. С Калуги. С Калуги, привет. Да. Всем жителям Калуги большой, огромный привет от нас. Спасибо огромное. Может, этот человек тесно связан вот с этим изобретением, производством. Да. Ему, может, это доступно. И ничего не стоит вот так взять. Мне тоже прислать. В таком количестве нам отправить. Большое ему, большущее спасибо. Спасибо за это. Для нас это представляет ценность. Может, кому-то это и нафиг не нужно. Вот. У каждого своя работа. Да, у нас такая. У нас работа вот на этом. Вот такая. Она такая, раз такая. Так, всё? Всё. Вот это почта Джанаса Волсу. Почта России большой привет. Яна, покажи Почта России, эмблемка её. Почта очень работает так, знаете, чётко. Просто за тяжесть не отвечает. Вот. Тяжёлая посылка. Спускайтесь, сами возьмите. А так всё нормально. Звонит, вовремя приходит. Вот. Курьер всегда. Всё по-честному. Никаких нарушений. Никакого воровства. Всё запаковано. Мы довольны. Сколько мы получаем посылок, мы всегда довольны. Ну, нам ничего не стоит спуститься и вот эту очень тяжёлую посылку поднять с Янкой вдвоём. Вот. Нам ничего не стоит. Мы люди не гордые. Вот. Лишь бы присылали. Мы всё возьмём. Так. А так, вообще, девочки, до свидания. Будем с вами прощаться. Вот. Мы же, как по-честному, всё, что получаем, вам показываем. Вот. И в этот раз при вас открыли, показали всех, чтобы вы видели, на чём основывается работа. Это, конечно, не основная работа. Это часть. Это какие-то... Их мелочами не назовёшь, но помимо этого много всего в магии применяется. Ну, свечи являются основой, как бы, да. Начинается всё со свечей, с подключки. Да. Даже просто, если карты... Это к тёмному миру, это к светлому. Если просто на человека гадать карты... Это к светлому. Яна, ну послушай, что я говорю. Давай, давай. Если просто даже гадать на человека, уже должна присутствовать горящая свеча. Конечно. Без неё никак. Все, кто у меня был, кстати, на консультациях, знают, что без свечки я вообще не работаю. Свечка должна всегда гореть. А представьте, сколько за день уходит. Это для нас так норма. Норма. Так, всё. Девочки, всего хорошего. Мы показали вам. Вот такая посылка. Мы даже вообще вот без предупреждения, без понятия, что там внутри было. Думаем, что на 16 килограмм может быть. Вот. И сами удивились, наверное. Так же, как и вы. Всё. Слушай, у меня тоже, я сейчас смотрю вам сзади, даже в этом, на картине изобразили свечку, видишь? Вот она свечка. Вот это наша свечка. Вот точно такой и подсвечник, и вот такая свеча. Ну, в общем, всё, вот как мы просили, вот такое она изобразила, наша художница. Вот так же нарисовала. С фотографией же она срисовывала. И карты, и браслет вот этот есть, и подсвечник есть. Всё правильно, всё честно, достоверно. Всё. Всё, а мы с вами прощаемся. Янка вон там, редактор стоит, телефон держит. Я оператор. И я оператор. Личный оператор. И сам себе режиссёр. Режиссёр. Да. А я ведущий. Так, ладно, всего хорошего. Мы вас с Иллоуином до свидания. Девочки, всем всего хорошего. Спасибо, что остаётесь с нами. Спасибо, что нас смотрите. Всем желаю всего хорошего, счастья, удачи, крепкого здоровья. Это самое главное. Я надеюсь, что ненадолго вы нас... До следующей посылки. Скоро-скоро увидите нас опять. Всё. Всего хорошего. Пока-пока. Мои хорошие. Субтитры создавал DimaTorzok